Технические характеристики Все выпускаются в таких вот коробках Если говорить по поводу комплектации То данная модель ничем не отличается от своих аналогов То есть тут есть чехол книжка оригинальный В заводской комплектации Тут есть оригинальная пленочка Гарантийный талон инструкции производителя Ну и стандартный набор зарядка Гарнитура USB кабель для подключения компьютера И два аккумулятора Перейдем к нашему смартфону непосредственно Данная модель является обновленной версией Сначала был W7 Потом был W7S И сейчас модель называется W9 У нас аккумуляторы С логотипом W9 Аккумуляторы на 2-300 мАч Внутри модели выглядит вот так вот Тут W9 Ну и стандартные разъемы под симки и microSD карточку Стоит сказать, что данная модель Имеет все те же плюсы, что имеет W7S Минусов у данной модели как таковых нету По сборке тут нареканий никаких нет Тейшель всегда славился отличной сборкой Ничего не люфтит, ничего не трещит Даже на перегиб Крышка очень плотно сидит Сзади у нас глянец Логотип Тейшель Камера на 8 мегапикселей реальных вспышка С этого бока у нас идет кнопочка включения-выключения Сверху разъем под наушники С этого бока качелька громкости Снизу стандартно микрофон и microSD Есть у нас камера фронтальная Динамик, датчики приближения, датчики освещенности Механическая кнопка и две сенсорных Тут идет по бокам Давайте посмотрим данную модель Я вам расскажу, чем она отличается Давайте снимем пленочку Вот эту вот Которая нам будет мешать наслаждаться качеством экрана Скажу сразу, что основное отличие данной модели от W7S Это то, что разрешение экрана у нас Full HD То есть 1920 на 1080 пикселей По факту скажу, что это первая большая модель В размере 5,7 дюймов, которую я держал в руках Которая имеет такое разрешение Еще хочу сказать, что матрицу производитель изменил Я не знаю точно, как она называется Но я знаю, что великолепные углы обзора Потрясающая сочность картинок И обращаю ваше внимание на то, что сейчас у меня стоит минимальная яркость Сейчас я ее поставлю на максимум И вы сами в этом всем убедитесь Вот такой вот у нас экран Углы обзора Потрясающие Начнем наш обзор с программки Antutu Которой мы все смартфоны сначала тестируем Данная модель имеет Давайте посмотрим Процессор стандартный MTK6589 Тот, который турбирован То есть частота процессора у нас 1508 МГц Разрешение экрана у нас 1920х1080 пикселей Что дальше? Гигабайт оперативной памяти 16 встроенных Камера у нас 12.6 задняя 12.6 фронтальная Но это интерполяция Это скорее всего залита так прошивка Ну и видно, что это именно W9 Он сейчас подтупливает Потому что тестируется сейчас непосредственно Antutu Пока тестируется Antutu Расскажу, что Данная модель имеет действительно классный экран Имеет повышенный объем встроенной памяти И на этом в принципе все основные технические отличия от W7S заканчиваются То есть такой же комплект Такой же размер Все те же логотипы, все датчики Все это то же самое Абсолютно Ну и давайте дождемся окончания теста Antutu Я забыл протестировать Antutu перед началом обзора Ну давайте смотреть во время Значит Хочу сказать, что по поводу процессора Full HD экран нагружает очень сильно данный процессор И в современных играх довольно-таки тяжело обрабатывать картинку Я вам это все покажу Вы сами сможете убедиться в этом Что действительно сложновато И действительно игры подтупливают Но в принципе для тех, кому нужен большой дисплей Кому нужен качественный суперский экран Кому нужен надежный GPS Эта модель подойдет как нельзя лучше Итак, дожидаемся до конца Корпус Корпус у нас без люфтов Без каких-либо Трещин Все собрано очень добротно В принципе, как и все модели THL Углы обзора Ну, ничего особого не стоит ожидать от этого теста Тест покажет примерно 13-14 тысяч баллов Это стандартный размер баллов Для процессора MTK6589T Турбированного И для Full HD дисплея Итак Дожидаемся, дожидаемся, дожидаемся Итого 14 тысяч 131 баллов В принципе, стандартный показатель А мы идем дальше Давайте посмотрим наш смартфон через программку Antutu Tester В которой мы сможем посмотреть, какой мультитач у нас на нашем дисплее 5 точек касания И идем в Z-Device Test В котором смотрим все датчики, которые есть в нашем смартфоне Это довольно-таки важно для потенциальных покупателей Видим, что гироскопа нет Есть у нас датчик приближения, датчик освещенности Есть у нас компас Есть полноценный Bluetooth Wi-Fi Его здесь не может не быть Ну и хороший GPS GPS протестирую чуточку позже Давайте посмотрим наш дисплей с картинками Насколько дисплей яркий Насколько сочное изображение То есть Full HD картинки, Full HD экран Я тестировал когда-то ряд моделей с Full HD экраном И у меня лежали на столе рядышком модели W7S ZOPA 950+, iNew i2000 То есть модели с большими матрицами То есть с большими диагоналями 5,7 дюймов Я увидел, что матрицы намного хуже, чем у Full HD Был очень разочарован Но сейчас данный дисплей Ну, сне всяких сравнений Картинки просто супер Сочность, яркость Даже, я бы сказал, такая ядовитость приятная Смартфон отлично работает с интернетом То есть подключается он через Wi-Fi Подключается он через 3G карточки Можно GPS интернет использовать Ну и соответственно в браузерах никаких проблем не испытывает Большой дисплей Очень удобно с этим всем работать Сайты прогружаются отлично Можно вот в такой вот ориентации Работать с смартфоном Мультитач работает То есть максимально быстро можно увеличить Просмотреть, что интересует нас Что там нам понравилось Что нам нужно посмотреть Картинка Сайт у нас подтупливает немножко Но ничего страшного Также можно на данной модели Просматривать отлично видеоролики на YouTube Потоковое видео То есть мощности и производительности смартфона Предостаточно для воспроизведения современных HD Видео Запускается видеообзор в формате Full HD Как я уже говорил Что данная модель не совсем хорошо справляется с играми Так как тут Full HD экран И стандартный турбированный MTK 6589 Ну давайте посмотрим некоторые из них А вы сами решите хорошо они идут или плохо Трансфон Итак, мы посмотрели с вами игры, посмотрели, как смартфон справляется с браузером, с YouTube, насколько яркий и сочный у нас экран. Как вы уже могли заметить, прошивка у нас с полноценным русским языком, тут не найдете вы ни одного китайского приложения, каких-то программ непонятных для нас. Все на русском языке, все что угодно, все что нужно, все устанавливается, рабочие плей-маркеты у нас в прошивке, то есть можно заходить, можно сразу же скачивать необходимые программы, игры, ну все что угодно, как в нормальном смартфоне с андроидом. Давайте посмотрим, как работает наша камера. Я обязательно сниму фото-видео, выложу под нашим видео стандартно с ссылками, сможете посмотреть. А вот так вот примерно я покажу вам, как снимает камера, вот она немножко засветила, но автофокус сработал в принципе хорошо и хорошо сфокусировал. Давайте еще разок сделаем. Тут еще у нас пленочка вот эта, вот я ее потом сниму и будут фотки лучше. Ладно, давайте подводим итог. Смартфон в принципе получился отличный, все то же самое как у W7S, только Full HD экран, только 16 гигабайт встроенной памяти, ну и конечно же процессор разогнанный, тот который турбированный, тот который MTK6589T. По сборке у меня нареканий нет, по комплекту, тем более комплект шикарный. Смартфон ощутимо греется, вот в играх я его сейчас погонял. Камеру мы протестировали, в принципе снимки соответствуют заявленным 8 мегапикселям реальным. Не верьте вот той интерполяции, которая там мелькает иногда, что 12 мегапикселей, это все неправда. В целом, если вам нужен классный смартфон, если вам нужен GPS, если вам нужен смартфон для просмотра фильмов с Full HD, лучше не придумаешь. На данный момент одна из лучших моделей в данном размере. Спасибо за внимание, всего доброго. Продолжение следует...